Работа городских организаций ведётся в безаварийном штатном режиме. Так, по итогам прошедшей недели в отделении скорой медицинской помощи поступило 129 вызовов. В круглосуточный стационар госпитализировано 99 человек. Отмечен небольшой рост заболеваемости ОРВИ, но случаев гриппа не зарегистрировано. В родильном отделении на свет появилось четыре младенца. Городская инженерная инфраструктура работает в штатном режиме. Все дома обслуживаются без каких-либо жалоб от населения. Информацию для владельцев домашних животных озвучила Анжела Дели, руководитель Десногорской ВИД-станции. Стали известны результаты конкурса за лучшую творческую работу по проектам малых архитектурных форм для городского парка. Инициатором мероприятия стала администрация города. Детям предлагалось подумать, что бы они хотели видеть на территории Десногорского атомпарка. «Свои работы представили 132 конкурсанта, обучающиеся дошкольных и общеобразовательных организаций. Конкурс проводился по трём номинациям – рисунок, компьютерная графика, декоративно-прикладное творчество в четырёх возрастных категориях». По решению жюри выбраны 24 работы. Они направлены на участие в городском голосовании, которое пройдёт до 27 декабря. Всех жителей Десногорска приглашаем принять участие в выборе лучшей работы и тем самым внести свой клад в развитие будущего атомпарка. Информация о голосовании размещена на сайте администрации Десногорска.